Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Специалисты «Газпром» газораспределительных «Черкеск» ввели в эксплуатацию распределительных газопроводов в городе Тиберда и первые дома сегодня подключили к природному газу. Поздравить жителей приехали представители «Газпрома», правительства и Народного собрания республики, руководство «Карачаевска». Из Тиберды репортаж Аллы Динаевой. Еще в один населенный пункт Карачаева, Черкесии, уже пятый по счету за последнее время, пришел долгожданный природный газ. А вместе с ним в дома жителей комфорт и уют. Для тибердинцев это действительно исторически важный день, открывающий новую страницу в газификации всемирно известного курорта. Жители города Тиберды, конечно, испытывают большую радость, потому что это долгожданное событие. Поэтому, я так думаю, будут радоваться не только жители Тиберды, но и всей России, потому как у нас в Тиберде очень много отдыхающих, вы сами знаете. Мы все счастливы. На площадке проведения пуска газа собрались горожане разделить радость, приехали и гости. Вице-премьер Евгений Гордиенко поблагодарил специалистов газовой отрасли за работу, а жителей поздравил с этим долгожданным событием, которое повысит качество жизни и добавит тепла и уюта каждому семейному очагу. Рассказал он и об истории газификации. В 1964 году было завершено строительство первого газопровода Невиномыс-Черкетск, что ознаменовалось собой старт масштабного проекта по газификации региона. За прошедшие 60 лет проведена колоссальная работа. Построено более 4000 километров газовых сетей, газифицировано более 120 тысяч квартир и домовладений. Безусловно, это было бы невозможно без слаженной и конструктивной работы группы компаний «Газпром» и правительства республики. Газ – это радость. Мы видели, когда отапливалось и дровами, и разными маслами. Это, во-первых, экология, как говорится, нарушается. А здесь газ – это экологически чистый. И на самом деле люди ощущают радость. Поэтому от имени парламента Народного собрания Карачаево-Черкетской республики искренне вас поздравляю с этим событием. И спасибо огромное компании «Газпром», которые вот так активно взялись и подключили. Также я желаю им так же активно, чтобы подключили все домовладения в этом городе. В 2022 году в Тиберде первые городские котельные были переведены на природный газ. В 2023 году – котельные Тибердинского национального парка. И вот настал черед наших самых ценных и главных абонентов – жителей Тиберды, которые могут воспользоваться этой услугой и получить газ у себя в домах, сказал представитель «Газпрома». Всех призываем, безусловно, пользоваться этой услугой, обращаться в «Газпром», подавать заявки. И без привлечения каких-либо средств к вашим домам будет подведен газ. Мы уже завершили строительство межпоселкового газопровода к селению Джамагацкое в этом же районе. Приступаем к строительству межпоселкового газопровода к селению Курджинова в Урупском районе. Ряд объектов еще находится в проектировании. И мы планируем в текущем году их завершить проектированием, передать в стройку. Таким образом, в ближайшие годы порядка 25 населенных пунктов тоже будут подключены к сетевому природному газу. И будет достигнута технически возможная газификация в Карачаево-Черкесии и поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по этапной газификации регионов к 2030 году. Мы планируем, что в Карачаево-Черкесии мы закончим досрочно. Представители газораспределительной компании доложили о готовности объекта к вводу в эксплуатацию. И исторический момент настал. К порядка 90 домам по улицам Мухинская, Глова, микрорайон Пушкина и Джамагатская города Тибирды газ подвели. Строительство газопровода выполнено в рамках программы догазификации без привлечения средств потребителя. Семье Пастуховых сегодня радостный день. В их дом пришел природный газ. Ну, даже не могу сказать радость какая. Теперь все легко будет. Дрова не надо, печку не надо топить. Включил, тепло стало. Очень приятно. Спасибо всем, всем спасибо, кто участвовал в этом деле. Теперь Тибирда тоже дождалась газ. Пока Леонид и Алена общались с журналистами, закипелый чайник. И беседа с гостями продолжилась в уютной домашней атмосфере. Тибирда – один из лучших бальнеологических курортов страны и привлекает огромное количество туристов. А газификация Тибирды, конечно, откроет новые возможности для развития курорта. Ладинаева, Али Бастанов, Вести, Карачаева-Черкесия, Тибирда. Сегодня в общественной палате Карачаева-Черкесии прошли встречи с руководителями региональных отделений ряда политических партий и представителями муниципальных советов. В преддверии выборов президента России, которые состоятся в середине марта, общественниками были подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии со всеми участниками сторонами, а также определены территориальные советы, проявившие себя в работе лучше других. Все участники встреч выразили надежду, что предстоящее голосование пройдет на должном уровне. Очень было приятно сегодня видеть представителей данных партий, которые подписали с нами соглашение. Это соглашение говорит о том, что мы взаимосотрудничаем при обучении наблюдателей, а также взаимных консультациях, а также вместе с политическими партиями мы совместно осуществляем общественный контроль. Вы знаете, что на базе общественной палати скоро будет открыт центр общественного наблюдения. И представители партии, подписавшие с нами соглашение, могут сюда прийти в любой день или ночь, когда будут проходить выборы, и сесть за армией и вместе с нами просматривать, что происходит на тех или иных избирательных участках. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 2, минус 4, а днем 4,6 выше нуля. Сегодня торжественно открыли физкультурно-оздоровительный комплекс в ауле Сары-Туисус-Джигутинского района. Строительство данного объекта проводилось в рамках реализации национального проекта «Демография» федерального и регионального проектов «Спорт. Норма жизни». Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Физкультурно-оздоровительный комплекс – это центр спортивной культуры, где будут готовить ловких, сильных и выносливых спортсменов, которые умеют ценить здоровый образ жизни. С открытием этого значимого объекта для аула Сары-Тюз поздравил всех жителей и министр физической культуры и спорта Карачаева Черкесии Рашид Узденов. Он подчеркнул, что этот спорткомплекс станет настоящей точкой притяжения для любителей спорта. Этот день у нас свершился благодаря усилиям многих людей. В первую очередь, это наш глава Карачаев-Черкесской республики Рашид Борисович Тимрезов, который полностью живет жизнью республики, отслеживает все процессы, глубоко погружен в проблемы развития спорта. И благодаря усилиям всех нас этот объект сегодня распахивает свои двери. Хочется пожелать молодому поколению, чтобы этот объект стал вторым домом, чтобы начиная с сегодняшнего дня здесь зарождался путь будущих чемпионов. Подрастающее поколение крепкие телом и сильные духом. Это в первую очередь сила нашей великой России. И отрадно видеть, что этому у нас в республике уделяется особое внимание, отметил участник СВО Замир Гусов. Это большой праздник как для всех жителей молодого поколения ООО, так и для старших, потому что каждый человек, как бы не хотел, у него вся жизнь – это спорт. Любой человек, как военный, медицинский работник, у всех жизнь состоит из спорта. Я очень рад, что наша республика развивается в спортивном направлении. И хотелось бы поблагодарить еще наше старшее поколение, с которых мы брали пример. После всех гостей осмотрели помещение физкультурно-здоровительного комплекса. Здесь будут развиваться различные спортивные секции для юных жителей аула Сары Тюз. Всех собравшихся порадовали чтением стихотворений будущие чемпионы. Также совсем недалеко от спорткомплекса открылась универсальная спортивная площадка, предназначенная для круглогодичного использования. Почетные гости мероприятия оставили свои теплые пожелания юным жителям аула Сары Тюз. Хороших тренеров вам, ребята. Тренерам побольше чемпионов вырастить. А спортсменам из аула Сары Тюз больших побед на международном уровне. Собравшиеся отмечали, что новая спортивная площадка будет способствовать развитию таких видов спорта, как баскетбол, волейбол, мини-футбол и теннис. Али Халеб Шоков, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Усть-Жигутинский район. Завтра в Черкесске открывается рыбная лавка Дары Камчатки. Всех жителей и гостей Карачаева Черкесии ждут в Центре развития предпринимательства по улице Горького, 8, центральный вход. Рыбаки привезли к праздничному столу свежую и наилучшую продукцию – большой ассортимент рыбы, консервы, красная икра. Ярмарка будет работать до 25 февраля включительно. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Анна Медиум». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова